Против зонинга и новостроев в прибрежной зоне за отставку мэра и в его поддержку. Вот далеко не полный список митингов, которые предшествовали сессии городского совета. Несмотря на то, что зонинг сняли с повестки дня сессии еще вчера, активисты акцию протеста не отменили. Говорят, не доверяют городскому руководству. В то же время эти активисты стоят особняком. Мы не кооперируемся с нашими соседями. Мы не считаем, что новый мэр что-либо изменит в этом городе. Мы против конкретного проекта решения, потому что считаем его вредным для Одессы. Есть здесь и те, кто выступает против строительства одного единственного дома. На углу улиц Вице-Адмирала Азарова и Морской. Из-за строительства высотки соседняя Сталинка просто разрушается, говорят люди. Застройщик грубо нарушает строительные нормы, не провел никаких укрепительных работ существующей застройки, а также действует на фоне незаконно выданных градостроительных условий Одесским городским советом. Встретились на Думской площади и идеологические противники. Лицом к лицу столкнулись активисты антитрухановского и просто антимайдана. Помитинговать на Думской и поддержать Геннадия Труханова пришли пару десятков пенсионерок. Застраивать Приморский бульвар в туристический сезон – это не самый правильный выход из положения. Уже 2 мая палаточный городок сожгли. Надо, чтобы опять была здесь проблема. Однако были антимайдановцы на Думской недолго. После общения с одним из руководителей полиции области Ивана Мыщенко активисты быстро ретировались. А вот их оппоненты и не думали расходиться. Наша цель была, остается очень простая, чтобы Геннадий Труханов шел в отставку. Дальше мы будем добиваться, безусловно, новых выборов госсовета. Активисты антитрухановского Майдана планировали встретиться с депутатами. Однако окончании сессии митингующие так и не дождались. Просто разошлись по домам.